Сон 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 Допустим, раз, точка появилась и все сказали, что это однозначно точка, на которую нажмешь, разовьется сон. Такого нет. Эти центры, они полностью разбросаны по всему мозгу. То есть, прежде всего, это есть центр в продолговатом мозге, где располагаются очень важные жизненные центры. Это ствол мозга. Это очень важные такие образования, как таламусы, гипоталамус. Это кора больших полушарий, которая связана с нашим личностью и с нашими поведенческими реакциями. Это лимбическая система, которая отвечает за эмоции, а также мышечный тонус. Мне бы хотелось сказать, что есть очень специфический метод исследования сна. Он называется полисомнография. В этот момент человек, который на это подписался и заплатил огромные деньги, между прочим, это стоит порядка, по-моему, 6-8 тысяч в городе Казани, например, в Москве, ну, раза в два больше. Он приходит, ни о чём не подозревает, приходит в комнату, на него одевают шапочку для проведения электроэнцефалографии, кучи геля, кучи электродов. Они все регистрируют потенциалы, биопотенциалы мозга. При этом параллельно ещё идёт датчики электромиографии, то есть движения мышц человека во сне, его дыхание, его храп, пульсация основных артерий, снимается, так же, скажем, снабжение крови кислородом, его пульс, его сердцебиение, экскурсии грудной клетки во время сна, насколько поднимаются лёгкие, когда человек дышит во сне. Да, я забыла вам сказать, человек спит, а в это время его снимает ещё и даже не скрытая камера. Просто стоит камера, и он спит на камеру. Весь процесс сна полностью записывается. Вот, всё это называется полисомнографией. Вот на основе как раз-таки этого исследования, ну, сначала было на самом деле только ЕГЭ, вот эта электроэнцефалограмма, и на основе этого исследования выделяли, поняли, что как-то все состояния бодрствования и сна, они очень, как-то, все немного друг от друга отличаются. Вот, и были выделены определённые стадии. И мне бы хотелось остановиться на двух из них. Ну, это самые важные стадии, всего две. Это медленный сон, медленно-волновый, ортодоксальный, нон-рем, который занимает 80% от всей продолжительности нашего сна. И он уступает сразу после того, как вы решили отдохнуть. Фаза медленного сна включает в себя четыре стадии, которые попеременно сменяют друг друга в течение ночи. Значит, чем они характеризуются? Смотрите, первая стадия – бодрствование. Смотрите, какая ровненькая, аккуратненькая, можно сказать, полосочка. Начинаем засыпать, мозг начинает вот так вот плясать на ЕГЭ. Вот такая вот умеренная пляска. Это называется тетаритм. В этот момент что вы чувствуете? Вы чувствуете, что у вас полусонная дремота, и вы о чем-то мечтаете. Слизистые могут немножко подсохнуть, снижается артериальное давление, пульс, температура вашего тела. Ну, можете сегодня прийти к своим домашним, кто-то будет засыпать, стоять над ним с градусником и проверять. Точно снижается? Вот. В этот момент, кстати, могут быть еще гипнокогические подергивания. Думаю, многие из вас, когда засыпали, чувствуется раз и полностью всем туловищем. Особенно это бывает после... Это ничего страшного, кстати, это нормально, все окей. Теперь знаете, что вы здоровы. Но это бывает после какого-то насыщенного дня. Так скажем, это некоторые электрические токи из мозга спускаются. Потом идет вторая стадия. Она характеризуется тем, что наше эго, видите, начинает еще более интересно плясать, в отличие от красивого, ровненького бодрствования. Вот. И в этот момент у человека углубляются все те же процессы, про которые я уже сказала. И занимает вот эта вот вторая часть где-то 50, 45-55% от всего общего времени сна. Вот третья и четвертая стадия, тут уже, видите, просто вообще пляска святого вида практически на эго, очень хорошо отличаются от состояния бодрствования. Вот в этот момент человек находится в самом-самом глубоком состоянии сна. То есть вот этот классический человек замерший, спокойный, размеренный, то есть, скорее всего, он вот в этой именно самой фазе. И как раз в эту фазу возникают всевозможные сновидения, чаще всего, не только фазу быстрого сна, возможно, приступы лунатизма, снахождения, нурезы у детей, ну, к сожалению, там, мокрые кроватки, ночные ужасы, разговоры во сне. Вот. И здесь ещё я хотела вам сказать такой интересный момент. Если у человека долгое время как-то вот у него не получается нормально спать, то у него страдает, допустим, вот эта вот стадия третья-четвёртая, у него нарушается обмен веществ. Таким образом, специфическим, что перестаёт синтезироваться очень важный гормон, снаматотропин, который отвечает за то, чтобы у человека был нормальный жировой обмен. Поэтому, в принципе, все те, кто вынужден работать посменно, в ночные смены, женщины, мужчины, проводники, охранники, рискуют тем, что у них разовьётся ожирение. То есть там полностью нарушается обмен веществ, и это очень чревато. Вот, собственно, иллюстрация. То есть плохо спим, будем жирненькими. А теперь немножко к физиологическим функциям. Для чего же вообще матушка природы придумала этот медленный сон? Ну да, он, казалось бы, ну вырубился и вырубился. А тут есть такая особенность, что если мы будем депривацию вызывать, то есть будем лишать человека этой фазы сна, то наступит апатия, безразличие, остыни, то есть снижение всей общей силы и интереса к окружающим. Будет плохо работать, нарушится память. И вот действительно было показано, что основная вот эта функция, действительно, это отдых организма, это восстановление энергозатрат. А что же такое у нас там дальше идёт? Дальше идёт быстрый сон. Вот здесь, я думаю, вы тоже, в принципе, так или иначе сталкивались с этим явлением, когда человек лежит, вроде бы спит, а глаза у него в это время активно дёргаются. Или, допустим, вы даже у своих собак, кошек могли наблюдать это явление. Почему он называется парадоксальный сон? В этот момент у человека полностью падает мышечный тонус. Он вот абсолютно, вот кисельный мышечный тонус, абсолютно. Но при этом у него активно дёргаются глаза. Вот. И... Ой, вот видите, как экран дёргается, так и глаза дёргаются. Вот. Вот. И, по идее, вот в этот момент, если человек разбудить, то примерно в 95% случаев он вам сразу расскажет, я сейчас такое видел. Вот прям такое видел, я наконец-то помню, ура, всё. Вот. И смотрите, если будет недостаточность этого вот быстрого сна, то здесь у человека появятся очень специфические изменения личности. Такая усталая раздражительность. Он будет плохо переносить стрессы, он будет вредный, раздражительный, вообще никакой. Общаться вообще будет невозможно. Поэтому он отвечает, этот быстрый сон, за эмоциональную разрядку и адаптацию к окружающей действительности. То есть все, так скажем, вот эти вот дневные стрессы, переживания какие-то, интересные новые ситуации, приведут к тому, какие-то новые впечатления, приведут к тому, что ночью будут большие сны. Снится яркие, скорее всего. Ну вот, наверное, у вас сегодня тоже будет сейчас такой хороший поток информации, всё-таки, да, тоже вот будете сегодня видеть сны, которые, во время которых будете усваивать информацию. И к тому же я могу сказать, что было доказано учёными, что сны в большей степени видят те люди, которые так или иначе занимаются какой-то интеллектуальной активностью. То есть им нужно усваивать эту информацию, которую они, в общем-то, узнали или хотят узнать, или прочитали, или услышали. И они тоже это делают посредством сна. Если кто-то смотрел фильм «Большая перемена», то там герой Леонова своей дочке сказал, да зачем мне это учить, я учебник сейчас положу, или ты мне давай вот начитай вообще всё это, а я вот это запомню и завтра утром отвечу. И действительно, у чуду на утро он начал сначала про учебник рассказывать, а потом уже непосредственно радио, которое включилось в тот момент, когда выключилась дочка вместе с учебником. И действительно так, что если вы перед сном какой-то материал захотите выучить, а на утро, допустим, поройте себя в память, то вы с удивлением узнаете, что вот он действительно уложился. Вот, ну это тоже, и в этот момент, скорее всего, если вас расспросить, ну, разбудить определённый момент, то вы видели очень много снов. Так, вот так графически выглядит схема сна. Есть такой врач, называется сомнолог. Это очень редкая специальность, у нас в городе их не так много. Они занимаются как раз-таки изучением сна. И вот он получает себе вот такую вот, в норме, конечно, в норме он получает себе вот такую вот картинку. Вот смотрите, это состояние бодрствования, это, соответственно, потому как человек засыпает, его сознание постепенно так-так-так-так-так-так-так-так, всё на четвёртой фазе, и, соответственно, углубляется. Какие есть особенности? Вот вначале, когда вы засыпаете вообще в норме, вот этот быстрый сон, первый элемент, он должен наступать примерно не раньше, чем через час, то есть на втором часу вашего сна. Если он наступил раньше, ну, то, видите, допустим, человек уснул вот сразу, да, и вы увидите, что у него сразу глаза начали дёргаться, всё, сны видит человек, да, то это либо он очень долго не спал, либо есть очень серьёзные клинические какие-то проблемы со здоровьем, либо он перебрался с снотворными до этого, но есть смысл, по крайней мере, как-то более чуча к своему организму в этот момент отнестись. И в течение, ой, пардон, и в течение вот этого, собственно, всей ночи продолжительность течения вот этих снов, она увеличивается. То есть в норме, когда человек спит, постепенно углубляется там, организм увлекается этим процессом, так интересно, столько всего интересного можно увидеть. То есть его лучше не прерывать, конечно, чтобы действительно дать возможность развиться быстрому сну как можно большему, скажем так, большему. Самое большое продолжительство – это целый час. То есть первый эпизод там может быть от нескольких минут, а к концу ночи это уже будет практически час, человек может видеть какой-то сон. Вот. Так. Какие у нас есть возрастные особенности? Вот. Что интересно было отмечено, что люди достаточно, так скажем, в молодости, они большое количество, ну, собственно, скажем так, большее количество проводят именно в стадии глубокого сна, вот той третьей, четвёртой стадии. И иногда так раз и выскакивают в этот сон, когда видят сны. А у пожилых людей так получается, что наоборот, большую часть они видят сны, но они мало погружаются вот в этот глубокий сон. А именно вот этот глубокий сон, он ответственен за то, чтобы организм, именно вот все вот системы самовосстановления, там, печень, желудок, поджелудочное, вот всё, вот всё, что есть, вот оно всё приходило в норму. Поэтому с возрастом вот это немножко меняется, поэтому как бы считается, что люди пожилые меньше спят. А связано это с определёнными процессами гормонов, так называемого гормона сна мелатонина, который с возрастом вымывается из мозга. То есть он не только в коже есть, он ещё и в голове есть. Ну, необходима продолжительность сна. Конечно, каждого она индивидуальная. Но я своим пациентам обычно говорю так, что средний цикл сна занимает около полутора часов. И когда вы ложитесь спать, вам надо знать, что вам нужно отсчитать энное количество этих циклов по полтора часа. Ну, там где-то полтора часа или час сорок минут. У кого-то час двадцать, у кого-то может быть вообще два часа. Всё индивидуально, но в среднем это полтора часа. Отсчитали себе, примерно себя запрограммировали. И наутро вы без будильника проснётесь, если вы себе так сказали, что вот у меня так по полтора, где-то пять циклов не надо, семь с половиной часов. Сейчас я ложусь там, допустим, время сколько, допустим, где все, я так понимаю, очень интеллектуально активные люди. Интеллектуально активные люди – это в основном совы. Поэтому, скорее всего, где-нибудь тут двенадцать ночи, или это рано, двенадцать ночи я лягу. Отсчитали семь с половиной часов, соответственно, и проснулись пол восьмого. Вот. Считается, что если человек спит больше восьми-девяти часов, допустим, по десять часов, это не есть полезно. Скорее всего, он себе снижает таким образом толерантность ко всяким инсультам, инфарктам. То есть много спать нельзя постоянно. Также и тем, кто приходит ко мне, когда пациенты хвалятся, «Вот, я уже три месяца сплю по четыре-пять часов, и вообще ничего такой». Вега дёркается, глаза красные, давление то падает, то поднимается, его трясёт. Вообще всё нормально. Вот. Это очень опасно для здоровья, на самом деле. Это категорически опасно, потому что у нас всё в организме очень взаимосвязано, вы-то и так об этом догадывались. Но почему это взаимосвязано? Потому что есть циркадианные или циркадные ритмы. Это определённые колебания циклические, интенсивности того или иного биологического процесса. И вот эти периоды цикличности, они свойственны практически всем внутренним органам. Вот пищеварение по одному, скажем так, графику работает. Органы выделения, сердце, сосуды, кровообращение, даже вот когнитивные, да, эмоциональные все тоже процессы там подвержены. И самый выраженный, это, конечно, цикл сон-бодрствования. Всё очень просто. Вот это основная схема, собственно, как вообще происходит полностью наша постоянная подстройка. Солнышко, глазик, путь от глазика в мозг. И вот эта неприличная аббревиатура обозначает супрахиазмальное ядро. На самом деле это очень важная жёлтая точечка. Вот именно вот это ядро, оно, что оно делает? Оно как агент просто ФСБ солнца. Мы бодрствуем. Так, все мы бодрствуем. Так, органы мы все бодрствуем. Мы все настроены сейчас на активную рабочую деятельность. О, темно. Чё-то темновато, всё, органы, ложимся спать. То есть всё очень сильно зависит от того, насколько, скажем так, именно на глаза попадает освещение. Допустим, в одной клинике, в которой я работаю, мой научно-руководитель привёз из одной зарубежной поездки специальную лампу, которая распространяет исключительно мягкий дневной свет, на который просто надо смотреть в течение 15 минут каждый день. И она восполняет дефицит вот этого как раз-таки попадания в солнце на сетчатку, который характерен для тех, кто живёт, допустим, вот у нас, например, вот ноябрь, да, скоро ужасно. Вот. И, допустим, это очень сильно помогает в лечении и неврозов. То, что улучшается сон, улучшается, соответственно, быстрый сон, улучшается самочувствие, настроение, всё такое. Вот. А самый главный, вот, кстати говоря, товарищ, который, собственно, под действием солнца начинает вырабатываться и вообще спускается к структурам, говорит, я здесь, мы работаем. Это мелатонин тот самый. Вот. Вот. Что сделали учёные, которым, как всегда, очень сильно не имётся, как водятся британские, конечно, они придумали, что солдаты иногда не должны спать, в принципе, в сутках. Вот надо им, чтобы они 36 часов прям вот были солдатами, да? Что они придумали? Они взяли очки, в них специальные оптические волокна вставили, которые повторяли полностью спектр восходящего солнца. И вот эти очки, когда одевал солдат, у него постоянно было ощущение, в мозг такой эффект, о, утро, спать не надо, спать не надо. Вот пока только уже органы там не исчерпают свои резервы физиологические, он, допустим, не выключался и действительно чувствовал себя гораздо бодрее, чем без очков. Вот. Ну, я думаю, про это знакомы все практически, кто здесь присутствует, но на всякий случай напомню, что есть специфические хронотипы жаворонки, люди, которые стоят в среднем на 2 часа раньше, чем совы, и чувствуют прилив активности в утренние часы, совы, которые, наоборот, к ночи чувствуют, что они короли мира, и все замечательно. И так называемые голуби, а не дятлы, как многие могли подумать, это те люди, которые могут приспособиться гораздо легче, чем жаворонки и совы. Вот. Здесь есть указание на тест Хорна Осберга. Это тест, можете в интернете все посмотреть и протестировать себя, кому именно по психологическому психотипу вы, собственно, относитесь. Да, модное слово джет-лак. Кто из вас его уже слышал? Ну вот, все остальные давайте сейчас будете в тренде, это очень модно. Джет-лак – это специфическое состояние десинхроноза, когда оно возникает, когда человек со своим устоявшимися биологическими часами приезжает вдруг, допустим, в США, где минус 6 часов назад. Он уже, допустим, вылетел из своей Казани, где было, допустим, там 23, ну, нет, 23 – это еще душевно, по-моему, обычно перелеты где-нибудь в 2-3 часа ночи, да, всегда делают. Вот, и вот он вылетел, а там вот ночью, и все, думаю, ну, сейчас я посплю, а там, наоборот, еще только ночь, все, прилетел. И в этот момент человек чувствует сонливость, разбитость, усталость, пищеварение, головные боли, головокружение, хочет уснуть вовремя – не получается. Здесь есть такая особенность, как этого избежать. В принципе, вы этого вообще не избежите по-любому. То есть, вот, вы, наверное, тоже слышали, все время по телевизору говорят, мы решили не переходить на такое-то время, потому что наш организм должен в течение месяца еще под это подстраиваться. Действительно, он под это очень долго подстраивается. Активный процесс подстройки идет где-то 2-3 часа, вот эти внутренние часы там в шоке, будильники просто друг от друга бьются во всех органах, всем плохо. Но есть такой специфический препарат – мелатонин, или по-другому мелоксен. Я не занимаюсь рекламой. Вот, но этот препарат, который, поскольку, помните, я сказала, что мелатонин – это то самое вещество, гормон сна, которое приходит в это супрахсизматическое ядро, оттуда переливаливается в следующие там какие-то визи и кулки, и говорит, все, ребят, у нас сейчас вот такой вот цикл, все. В принципе, если вы его примете, то вам будет легче просто отойти ко сну в то время, которое вам надо. Единственное, что я могу сказать, это не действует особенно сильно на людей до 30 лет, сильно, прям так значительно, но после 30 лет, а особенно в пожилом возрасте, это значительно улучшает качество сна. Вот, ну, сиеста, да, что такое сиест, наверное, вы знаете. Я вам тут хочу сказать, что, конечно, есть люди, которые, в общем-то, с типично славянской внешностью говорят, что у них сиеста, но все-таки это генетически заложенный перерыв дневного сна в течение 30-40 минут, в основном в жарких странах, где температура достигает такой, как бы сказать, уже консистенции, что работать невозможно. Но это уже генетически обусловлено для определенных народностей. И, в принципе, было проведено, опять-таки, неутомимыми британцами исследование, что на 37% вот этот дневной сон снижается риск инфарктов, если человек, в принципе, страдает хронической бессонницей или не добирает сон в течение недели. Ну, никто не сомневается, что сон, это очень важно, влияет на наше здоровье. И мне бы хотелось буквально пару слов сказать о патологии сна. Банальная бессонница. Кто из вас, кстати, в зале страдал хоть раз нарушением сна? Бессонница. Кто? Ух ты. Ну, все остальные счастливые люди, у вас еще все впереди. Вот. Бессонница по-другому, по-научному называется инсомния или диссомния. Апноя во сне, это мы сейчас поскажем. Гиперсомния, неопределимая патологическая сонливость, это нарколепсия, литургический сон. Есть самые различные пара сомний, то есть около сна где-то ходят и пакостят. Это чаще всего причины неврозы. Сомномбулизм, снахождение луноти, скрежетание зубами. Кстати, такое красивое слово, бруксизм оно называется. Сонный паралич. Глубже дышишь, крепче спишь. Народная мудрость, это верно. Есть такое понятие, как синдром обструктивного апноя сна. Чем это характеризуется? Вы смотрите, в норме, пока мы спим, вот все в порядке. Воздух спокойно циркулирует. А вот есть такая особенность, когда человек раз и чувствует, что во сне причем, что не хватает кислорода. И вот здесь есть такая особенность. Думаю, про храп тоже все в курсе, да? Вот где-то процентов 20 храпящих людей страдают вот этим обструктивным апною сна. И это очень опасно. Чаще всего это люди с повышенной массой тела, причем значительно повышенной, на 20, на 30 килограмм и больше. Когда, допустим, вот в этой части уже появляется, допустим, плюс ткань. То есть, допустим, у худого человека так, а у поплинкового не, и еще немножко. Вот. Если есть хронические заболевания лорорганов. Если есть, допустим, опять-таки какие-то аномалии развития. Вот природа у него там, допустим, какой-то бугорок лишний. Вот. И в этот момент, когда на высоте храп, он так храпит, храпит, а потом так аааа. И такая рядом жена такая не дышит. И так вот 10 секунд, 30 секунд, 40 секунд. А в этот момент оксигенация кислорода, которая питает мозг, крови кислородом падает до 63% было зарегистрировано. К слову, в реанимации, реанимационные мероприятия начинаются, если оксигенация падает до 90%. Это все уже реанимационные мероприятия. А тут дома, под боком, человек храпит, внезапно перестает дышать. И ему уже, в принципе, положено реанимационные мероприятия. Но мозг хитрый, он что делает? Он говорит, ну мне же нечего есть, мне нечего дышать. И он себе начинает резко поднимать артериальное давление. То есть ложится человек с давлением 120 на 80, допустим, нормальным, а просыпается он где-то 240 на 120. Это причина так называемой ночной гипертензии. Выявить это, возможно, методом любящего мониторинга близкого человека ночью. И в лаборатории, опять-таки, вот этого полисомнографии. Вот. Есть такое интересное наблюдение, как вот что, лунатизм. Опять-таки, чаще всего это характерно для детишек. То есть примерно до пубертатного переходного возраста, если это было, то оно, скорее всего, израстется. Если оно есть уже во взрослом возрасте, то это чаще всего враньё. Допустим, многие, кто хочет откосить от армии, к сожалению, этим пользуются. Но их проверяют очень специфично. А так, в принципе, это израстается потом из детского возраста. И сам мне, опять-таки, вот то, что я сказала, это бессонница по-русски. И могу вам сказать следующее, что в мире где-то процентов каждый третий человек страдает от хронической бессонницы. Что такое хроническая бессонница? Если это в течение больше, чем одного месяца, человек спит очень не комильфо, нехорошо спит. Основные факторы вообще, что являются? Конечно, действительно, мало к вам относятся, но у вас явно есть люди пожилого, жаского возраста, которым вам будет это полезно рассказать. Высокий уровень образования плохо влияет на сон. Очень плохо. По своему опыту могу сказать. Отсутствие работы, разрывы межличностных отношений, супружеские разворы, психологические, психиатрические нарушения, заболевания внутренних органов. Вот, раздумайте, ну всё же в порядке, всё замечательно, всё вообще прекрасно. Оказывается, гастрит в этот момент или язвы обострились. Можете не спать. Посмотрите, эпизодическое, до одной недели не спите, ну и ладно, бог с ним, всё хорошо. Кратковременная бессонница, до месяца. Ну, желательно вот уже на этой стаде всё-таки дойти до невролога, сказать, о неврологе я плохо себя чувствую, не сплю почему-то. Да, кстати, к слову, этим занимаются как раз неврологи, я вот невролог, если что, обращайтесь. Хроническая бессонница, это уже, да, здесь уже реклама. Хроническая бессонница более четырёх недель. И вот здесь уже как раз таки характерно развитие таких вот синдромов, как синдром структивного апноэсна, синдром беспокойных ног. Никто тут не страдает случайно синдромом вот этих беспокойных ног ночью, нет? Это когда человек ложится, и у него есть непреодолимое желание постоянно менять положение своих ног. То согнуть, то разогнуть, то повернуться. Причём это независимо от того, спит он даже или бодрствует. Просыпается он даже чаще всего от того, что у него как раз таки продолжается движение этих самых ног. Есть специфическая терапия направленная, и можно это всё облегчить. Вот, иметь в виду. Алкоголь, кстати, тоже вызывает вообще все нарушения, связанные со сном. Теперь смотрите, я уже так вас немножко тоже напугала и рассказала. А вот теперь, ну, хотела бы вам всё-таки рассказать, как же правильно спать. Я же всё-таки доктор, у меня самое прикладное знание, из всех которых может быть. Самое важное – не сбивать ваши часы. Да, вы сейчас молодые, вы не спите ночами, вы постоянно что-то зубрите, ночью гуляете, тусите. И вообще жить прекрасно, как же я могу спать на пенсии, посплю. Нифига на пенсии вы не поспите, помните, там нарушения сна будут. Так что спите лучше сейчас и в зрелом возрасте. Вот, и тут очень важно не сбивать ваши часы. То есть, если вы, допустим, придерживаетесь какого-то определённого графика, то желательно придерживайтесь всю неделю, в том числе и выходные. И старайтесь ложиться в постель только при появлении сонливости. Если вы не можете уснуть, вот ночью проснулись, сейчас, ну всё, ну не могу я уснуть. Вот не надо лежать и терроризировать в постель. Вот не надо. Ушли из этой комнаты категорически, пришли на кухню, допустим. Взяли книжку, взяли, ни телефон взяли, ни компьютер, ни планшет, ничего подобного. Зелёное свечение, зеленовато-голубое свечение очень плохо влияет на центры сна. То есть, вы так можете посидеть, вот так насмотреться на это самое, и потом вы чисто физиологически сможете уснуть. Вот, взяли книжечку, желательно, знаете, там что-то. Я вот, например, беру как раз монографию по неврологии, так вот прям, знаете, вот такое снотворное, вот супер просто, профессорское. Взяли тёпленькое молочко или тёплую водичку, попиваете, сидите, ждёте, пока появится сонливость. Вот только появилась сонливость, мягко, плавно возвращаетесь в свою кровать, начинайте не спать. В кровати нельзя сидеть в интернете, читать книги, есть. Вот, нельзя есть в кровати, тараканы заведутся. Вот. Если у вас есть уже проблемы со сном, то днём лучше не спать. Вот. Если есть возможность, то лучше установить какой-то ритуал, который будет предшествовать вашему отхождению ко сну. Потому что мозг – это очень такая вот сложно настраиваемая, но настраиваемая структура. Допустим, девочка. Так, комнату проветрить, так раз на свечку зажечь. Вот этот крем у меня для глаз, так это для рук, это для лица, так это для ног, это для... Всё. Вот это вот все себе ритуал выполнила. Прочитала там, допустим, три страницы какой-то любимой книжки немножко, и вот эта мягко отошла ко сну. Ну, допустим, такой ритуал. Ритуал позвонить там. Срочно, всё, я ничего не успеваю, всё, у меня завтра будет овра, вот это всё, кошмар. А что я не постирала, что я не сделала, что не приготовила, что-что завтра. Это плохой ритуал. Плохой пример. Поняли? На сон. Покой. Да, кстати, новости тоже на ночь лучше не смотреть. Вот. Всё. Знаете, что это против. Нельзя. Приём кофеина тоже считается, что нельзя. То есть вот когда вы вечером, там приятно проводите вечер, и за чашечкой кофе, это странно сразу. Это ваш организм вас не понимает, я вам сразу скажу. То есть он не понимает, зачем надо пить кофе. Кстати, два слова о кофе. Кофеин содержится только в кофе, который варят. В растворимом кофе кофеина нет. Так, к слову. Не принимать алкоголь. Сразу скажу, алкоголь полностью сбивает все ритмы сна. Там не надо его принимать. Желательно не курить. Желательно вообще не курить. Я не могу не сказать это. Но, знаете, я же врач. Потом очень консервативно надо относиться к приёмам снотворных. Вот есть такой препарат, фенозапам называется. Может быть, ваши бабушки, когда-нибудь вы увидите этот фенозапам, выбросите его в окно, сожгите и скажите, что это яд. И я вам скажу, чем он опасен. Фенозапам полностью выключает фазу быстрого сна. Представляете? Вот эти вот все стрессы, переживания. Пожилые люди ведь очень много волнуются. Они всё время волнуются за нас, за себя, вообще за всё волнуются. Представляете, у них выключается механизм адаптации к этому миру. Поэтому фенозапам выбросите просто. Ну, в принципе, всё. Благодарю вас за внимание. Такие вопросы. Спасибо большое, Ксения. Я уверена, что у вас много вопросов. Поэтому давайте попробуем по очереди. Спасибо. Меня зовут Дима. Во-первых, большое спасибо за такую очень интересную лекцию. Хорошо. У меня такой вопрос. Сейчас популярные спортивные. Умные часы, фитнес-трекеры. То есть многие из них замеряют фазы сна. То есть вот эти датчики, они насколько реально способны что-то замерить. Можно ли на них полагаться? Спасибо за вопрос. Не знакомы с этим, сразу скажу, с этими приспособлениями. Честно могу сказать. Но, насколько я помню, я читала в литературе, что они действительно определяют моменты наступления быстрого сна. То есть там нет такого, что насколько там вот правильно ли у вас там, допустим, раз, два, три, четыре и быстрый сон. Вот это они вряд ли определяют. А вот просто наличие хотя бы, чтобы быстрый сон был, вот это они определяют. Плюс есть такая интересная фишка, называется агназия сна. Человек говорит, я не сплю. Вот не сплю и всё. Тут приходит доктор, он говорит, давайте деньги, кладёт вот на поле сомнографию и показывает ему наутро запись его видео, что он спал. Он говорит, я же не спал в видео. Вот опять-таки эти приспособления, они смогут тоже сказать ему, что он спал. И вообще лишний раз организовывать свой сон, это в любом случае плюс, поэтому это хорошо. Вообще это хорошо. Можно, да, вопрос вам задать? У вас на первом слайде было написано, что мозг, что точнее сон, это в общем, когда мозг медленно работает. А как же проходят процессы восстановления организма? Неужели действительно так медленно работает, что при этом всё восстанавливается? Это вот первый вопрос. Второй вопрос. Я, в общем, где-то видел, ну как где-то, в одной книге читал про статистику, что люди, спящие 3-5 часов, живут несколько дольше, чем люди, которые спят здоровым сном. Причём учёные, ну как-то пытаются это объяснить, это не факт, но они предполагают, что, возможно, организм не успевает восстановиться, и поэтому организм переходит в стрессовый режим, где, в общем, быстрее там метаболизм проходит, я не знаю, более защищённый. И вот третий вопрос, я где-то тоже читал. Я первый забыл. А я вам напомню, не переживайте. Давайте так поочередно первый вопрос. Давайте, да. Насчёт медленной работы мозга. Да, смотрите, значит, во-первых, действительно, там и мозг меньше работает, и вот здесь такая интересная момент, если взять бодрствование и медленный сон, то это как две стороны одной медали. Здесь проходит, вот сейчас могу наврать, конечно, процессы деполяризации, здесь, по-моему, реполяризации, и я могу ошибаться, я вообще далеко не физика, для меня вот эти слова, для меня вообще вот каторга просто. Но смысл, что там и клетка же жива, когда есть разность потенциала между внутри и снаружи. Вот можно сказать, что весь процесс бодрствования, когда, допустим, вот идут эти все обмены, обмены идут, там электролиты идут, 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 вот всё уже исчерпались, потом бац, этот сон в такой процесс, и всё быстренько обратненько, обратно, обратно, обратно. И вот в этот момент действительно максимально включаются такие механизмы, вегетативная нервная система, это такая автономная штука, которая работает вообще сама по себе, без нашего участия. И действительно во время сна включается отдел, который ответственный исключительно за восстановление. Процесс именно сбора белка, гликоген в печени, допустим, усвоение сахара. Действительно всё очень значительно замедляется. К слову говоря, если вы хотите ускорить наступление сна, примите не холодный, но чуть-чуть прохладный душ, потому что температура тела во сне, она достаточно прохладненькая, в чём мы, собственно, и пользуемся одеялами. Вот. Ну и действительно замедляется всё это, да, очень замедляется. То есть не быстро работают мозги, да? Нет, не быстро, наоборот, максимально. У меня такой опыт был в жизни, когда я экспериментировал той же со сном и со спящими людьми, и однажды удалось пообщаться с человеком спящим. Это, в общем, ну, бессознательная вроде бы его часть, как бы, да? Он очень быстро отвечал на вопросы, на которые бодрствующие люди задумаются, и они некоторые были нелогичны в принципе. А вы с его подсознанием начали общаться. Что ещё раз? С подсознанием. А, то есть оно шустрое, как бы, это... Оно шустрое. Оно как раз в этот момент выползает и начинает... Оно начинает, да, вот... Ладно, хорошо, Ланта, а второй вопрос насчёт вот неполноценного такого сна из разряда... Да, 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 смотрите, да, и Наполеон спал 4 часа, ему было достаточно, он чувствовал себя замечать, но это исключительно индивидуально. То есть есть действительно такие люди, их порядка 2-3% во всём земном шаре, которым достаточно 3-5 снов, 3-5 часа снов, вот и всё. Но, естественно, у человека, если он будет так спать, вы правильно сказали, состояние стрессорное, быстро активируются все там ресурсы организма. Вы когда едите бутерброд, он когда-то заканчивается. Вот и то же самое со всеми резервами организма. То есть в какой-то момент они просто закончатся, можно упасть с инфаркта. Или инсульта, или в кому, кому как нравится. И тогда я последний вам вопрос задам, тоже в одной книжке прочитал, то, что если мы будем электрически стимулировать некоторые участки мозга, то мы будем погружаться в более глубокий сон. Я, конечно, тогда, когда читал, задался вопросом, что стану физиком и сам изобрету этот шлем, чтобы спать глубже. Это же полезно как бы, да? Сейчас есть какие-то разработки, может быть, неужели? Это же так полезно. То есть люди бы высыпались, можно было бы чуть меньше спать, может быть, и при этом восстанавливать полностью организм. Конечно, мы бы нарушали вот взвешенный такой баланс внутри организма, но, может быть, это было бы даже полезно. Сейчас есть что-нибудь наподобие или может быть? Вы прям типичный мой пациент, который приходит и говорит, мне вот одну таблетку, чтобы прошло всё. Я говорю, так не бывает. Смотрите, действительно, есть такие центры. Они все полностью раскиданы по мозгу. Действительно, туда вставить электроды, нажать человек, бац, и будет спать. Вот действительно так. Но это неправильно. То есть вот вспомните, я вам сказала, что глазик, солнышко, глазик, путь, мозг вниз идёт, да? Вот иначе вот нарушится вот эта вот вся иерархия, и начнут плохо работать все внутренние органы. Поэтому просто так, внезапно так, вот это вот всё, вот это вот, нельзя, табу. Это плохо будет. То есть это может быть действительно человек, допустим, раз, бац, он вырубится и поспит. Но это очень чревато для всех внутренних органов, для работы. Так, так нельзя. Спасибо. Можно? У меня такой вопрос. Я не уверена, что он совсем по теме, но вот что можно сказать о сне у тех людях, кто вынужден работать вот без этого естественного освещения, которое заставляет наш мозг работать и говорить, о, утро, я проснулся. То есть люди, которые работают в пещерах, без естественного освещения, что-то о 36-часовых сутках, то есть когда человек дольше бодрствует и спит сравнительно столько же, сколько он спал в 24-часовых сутках. То есть вот это вот смещение. Ну, смотрите, спасибо за вопрос тоже. И вам спасибо. Дело в том, что если, во-первых, когда человек работает, он в любой случай включает свет. Начнем с этого. Он не может работать практически совсем без света, и какая-то часть света попадает на сетчатку. Качество света очень важно. То есть электрическая лампа, она мало возбуждает наш мозг, мало вот это вот супрахаизматическое ядро, оно особенно на него, ну, плохо реагирует, но реагирует. А когда именно вот все время в шахте или еще что-то, но все-таки шахтеры в любом случае хоть немножко, но поднимаются тоже на поверхности, иногда подстраиваются. Была принята когда-то вот, скажем так, как бы это сказать, уже был когда-то принят алгоритм вот этого суточного мониторирования, как ему лучше быть. Он понакатанный, во-первых, работает. Во-вторых, когда он работает, хоть какой-то электрический свет попадает на глаза, и тоже он все-таки продолжает немножко как-то отреагировать. Вот. И тут, кстати, есть такой момент интересный, что еще тоже, наверное, тоже немножко не на ваш вопрос, но тоже отвечу, что есть люди, которые, когда живут ближе к восточному, там, скажем, части земного шара, они чаще всего жаворонки. Потому что там, соответственно, солнце встается, большая солнечная активность, и они, скажем так, когда больше свет на сетчатку попадает, лучше, соответственно, они там пробуждаются. И наоборот, западный, где солнце садится, там больше сух. И вот здесь тоже это очень отвечает. Так что, как бы, где вот шахта еще расположена, если она дальше на востоке расположена, потому что у них все равно лучшее самочувствие будет в восточной шахте. Все-таки будут подниматься на поверхность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ